Общероссийские проблемы совершенно по-иному выглядят из регионов или из провинции. В хорошем смысле этого слова. Здесь не чувствуется истерии и практически отсутствуют партийные разборки. А потому единственным критерием выбора решения является экономическая целесообразность. В Белгородской области начинает работу Ассоциация Черноземья. Объединение крупнейших центральных регионов России. Событие нерядовое в работе примет участие Евгений Примаков. В эти тяжелые времена регионы, не ожидая помощи от слабеющего центра, многое научились решать сами. Вопрос вопросов. Существующая налоговая система. Это обсуждалось сегодня на правительстве в Москве. Об этом говорят в регионах. Всем же понятно, что нужно, наверное, просто изменить систему налогообложения. То есть уменьшить ставки. А может от каких-то налогов и отказаться. Либерализация, значит, вообще-то налогов, что отстаивает, значит, руководитель налоговой инспекции БОСС. Я считаю, что это скажется не сразу, но скажется обязательно через очень короткий промежуток времени на увеличение поступления налогов в бюджет из всех уровней. Так многие руководители налог на прибыль считают виртуальным. Ведь есть прибыли или нет, по документам, зависит от квалификации бухгалтера. Однако в Белгородской области ввели так называемый продналог. И ассоциации с кожаной тужуркой и маузером он не вызывает. По сути, это аналог вмененного налога, который государство пытается пока безуспешно ввести в действие во всех регионах. Вывод. Экономическая политика должна быть очень гибкой. Наши регионы слишком неоднородны для универсальных решений. Одновременно разница подходов и решений отнюдь не стремление к сепаратизму. Это как минимум невыгодно. Единственное, что в спокойной российской провинции вызывает сильное негодование, это обсуждение возможного голода. Не верьте никому. Никому не верьте. И в Москве, и в России никакого голода не будет. Это пугает кто? Это пугает тех, кто сегодня очень заинтересован в поставке импортного продовольствия в Россию. В Белгородской области считают, что при разумной политике поддержки отечественного производителя зависимость от импортного продовольствия можно преодолеть за два года. Что же касается будущих президентских выборов, то здесь об этом говорят не по-столичному, откровенно, но очень деликатно. Если сегодня президент может работать, отлично. Если нет, ему надо принять мужественное решение. Стране нужен здоровый, краснощекий, может быть, лысый или... Сейчас говорят, очередь лысого президента, значит, или волосатый президент, улыбающийся, красивый, футбол или теннис играющий. Соскучилась наша страна по-другому. Александра Борщевская, Константин Хлопунов. Новости ТВ-центр из Белгорода. Новости ТВ-центр из Белгорода.